Масштабное благоустройство двора развернулось возле дома номер 10 на улице Зелёной. Здесь была создана новая детская площадка площадью 237 квадратных метров. На ней уже установлен современный игровой комплекс, спортивный уголок с тремя новыми тренажёрами и качели. Для безопасности детей уложили резиновое покрытие, выполненное в двух цветах. Кроме того, установили новые скамейки, мусорные контейнеры и ограждения. Здесь был пустырь. Ну, просто росла трава. Вот у нас на заднем плане там лежит старая горка. Мы её убрали, да, и всё. И одинокая песочница. Вот сейчас мы наслаждаемся вот этим. Очень нравится, что жители сразу включились после установки нашей спортивной площадки, сразу включились в деятельность. Они стали предлагать, нам ещё надо столик для тенниса поставить. То есть мы уже нашли где-то средства, где это всё сделаем. Цветы стали сажать, кустарники, траву будут сажать весной. Все работы подрядчик ведёт в тесном взаимодействии с местными жителями. До того, как начинать строительство, мы приезжали сюда, показывали проект, схему, согласовали, чтобы было комфортно, чтобы жители видели то, что мы им должны установить. Параллельно выполняются работы по ремонту внутридворового проезда. Ведётся укладка асфальтобетонного покрытия, обновление тротуаров и создание парковочных карманов площадью 40 квадратных метров. Всего в Самаре в рамках нацпроекта благоустраивается 51 двор. Из них пять комплексно преображаются в Красноглинском районе. Идут работы и по другим программам. По программе содействия в этом году у нас будут реализованы три площадки. Это площадка для выгула собак на Кузнецово, рядом с стадионом. Также будет реализован проект спортивной площадки «Калды» совместно с футбольным полем. Там будет искусственное газонное покрытие и ограждение «Калды». Также уже практически на этапе завершения проекта по устройству амфитеатра. А в крутых ключах на Золотухино-42. В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» работы также активно проводятся по адресам. Лозо 1729, Копчевская 5 и Симферопольская 2, где благоустройство уже подходит к завершению. Августина Охременко, Валерий Майоров, События.